Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфлят, продуцелитель. Мы говорим про здоровье. И у меня появились вопросы по поводу голода. И в моем проекте есть люди, которые... Ну вот, у нас демократия, да, у каждого может оставаться при своем мнении. У нас есть люди, которые считают, что голод очень помогает очищению. Ну, причем эти люди, которые так считают, ну, которых я знаю, они сами не голодают. Просто это где-то написано, ну, так говорят, ну, как же, ну, голод, ну, он же так спасает. Ну, хочу напомнить, я уроженец блокадного Ленинграда, да, Ленинграда, в котором были блокадники. Я знаю их, знал их лично. И я знаю, как голод не помогал некоторым людям именно очиститься. И они умирали, на самом деле, отекали, опухали. Они это не так токсикации. То есть, организм, по сути, может быть, даже и пытался как-то там что-то сделать с токсинами. Но не хватило, как бы, энергии. А выжили те, кто были, питались вообще осторожно. Ну, кто остался вот в первый особенно тяжелый год. И у меня есть такая родственница, да, ну, была, которая, ну, была не столь как бы токсическая. И она пережила как бы вот это, да, вот. Вот, ну, хочу привести еще вот такие примеры. Это Зинаида Баранова, да, она, как бы, по сути, перешла тоже на голод, ну, то есть, на неедение. То есть, ну, была на воде. И, подчеркиваю, была бы по последним сведениям, да, как бы у нее ухудшилось здоровье. И какие-то продукты она теперь себе позволяет. И, обратите внимание, она не дочистилась, да, ну, это было прекрасно видно по ней. То есть, ей стало на время лучше от того, что она перестала себя убивать патогенной пищей. Ну, какие-то, наверное, очистительные процедуры она делала, но этого не хватило. И, по сути, закончилось все не очень хорошо. Еще приведу пример, значит, Ольга Григорьева, Ольга Витальевна, замечательный метафизик, она вот, ну, себя называет праноедом, по сути, она тоже на воде, плюс, ну, там немножечко сок фруктов, как я понял, да. Ну, не ест уже, она не ест активно, да, и, ну, вот, по ней, к сожалению, видно, что, ну, тело как-то вот встало, оно реально нормально не очищается. То есть, душа очищается, многие оболочки, я все понимаю, но есть законы вот материального тела, да. И пока я вот вижу, что если человек перестает именно повышать плечи метаболизма, то есть, вот вообще провокация очищения состоит в том, что мы повышаем обязательно плечи метаболизма. То есть, мы щелочное плечо поднимаем и кислотное, мы усиливаем метаболизм, очищение активное, возможно, при усилении метаболизма, им может понадобиться, как правило, еще и питательная фаза, да. Помните, у нас три блюда, как бы, первое – это минеральная фаза, вторая – это питательная, третье – это кислотная, это фруктовые кислоты. А вот те, кто пропагандирует очищение на голоде, ну, во-первых, там это 10 дней, например, да, может быть, голода, ну, хорошо даже там, ну, кто-то, может быть, дойдет до 20, ну, это же не сразу. Ну, устраивает людям вот такой, как бы, тренировка, стресс, да, не знаю, насколько он умеренный, один-два дня, да, это умеренный стресс. Но для большинства вот так вот выходить на голод на 10 и больше дней – это серьезный, как бы, серьезный стресс и психологический. И вот, по моим данным, у большинства это потом заканчивается откатами. Ну, это сведения фруктоедов, сведения тех людей, которые много работают именно с теми, кто пытается перейти на более чистое питание. Потому что я больше, ну, занимаюсь просто болезненными людей, да, и там питание у меня никто из моих пациентов менять не собирается, на самом деле. Либо уже изменил, но дальше двигаться особо не хочет. Я вот возвращаюсь к голоду, да, значит, вот пока я не вижу примеров, чтобы именно вот на голоде очищение было реально. Сильнее, чем вот по моей трехфазовой системе, да, пожалуйста, провоцировать можно как антипаразитарными экстрактами, дополнительно это могут быть соки фруктов провоцирующие и гемеопатические записи. Все это можно вместе применять, либо по отдельности, микшировать между собой, да, вот этим, в принципе, я и занимаюсь в своих, как бы, вот, ну, в программах. Да, и я не понимаю, зачем вот здесь какой-то голод, когда, ну, я и рамка это измерял биолокационно на голоде, например, 10-дневном. Вот то, как я сейчас, например, соками просто чищусь, да, я не ем тоже, ну, мякоти я не ем. Я тоже на соках уже, ну, скоро будет год. И я измеряю, если я просто буду пить водичку, очищение будет меньше, в моем случае, вот четко, да, почему? Ну, потому что в водичке уже нет такого количества минералов, а самое главное, нет фруктовых карбоновых кислот. Я не стимулирую метаболизм, все правильно говорят организм, да, уменьшится метаболизм, притихнет, там, затраты глюкозы будут меньше, глюкоза в крови упадет, да, все верно. Но очищения так активного как раз не будет. Кто-то там говорит, что, ну, организм начнет съедать вот эти невидовые белки, там, вот это все, по сути, шлаки. Ну, то есть, он будет съедать шлаки. Вот, когда у него была какая-то энергия, он это вот отставлял на потом, потому что ее мало, и... А вот вы вообще перестанете давать энергию еще и перестанете давать, повышать именно плечи метаболизма, и тогда организм начнет заниматься шлаками. С чего бы это, интересно? Нет, это так не работает. Стресс будет, да, и поэтому потом в большинстве случаев жуткие откаты, потому что, когда человек вот так себя насилует, ну, насилие над собой, оно всегда заканчивается плохо. Это, как бы, многим тоже известно, кто вот наблюдает людей, которые так вот годами что-то там пытаются перейти, ну, потом, потом это все откаты, там, от года до трех лет, и вот все потом смеются, говорят, Да-да-да, пыталась, но через три года вернулась обратно. Ну, вот, это вот, это были попытки силы от ума. Если ваш организм вот хочет именно не есть, только на водичке бы, ну, я уже вот водичку отменять, это уже, ну, совсем, да. Ну, да, это должно быть решение вашего тела. Ну, так-то, да, то есть, ну, знаете, когда организм болен, он отказывается от еды. Да, ну, чтобы не мешать процессам борьбы и вот такого фонового очищения какого-то, да, ну, вынужденного. Но, как бы, я не вижу, чтобы вот заходы на голод по 10 дней, там, по 15 дней, чтобы они дали реально большую очистку, чем система видового трехфазового питания с поддержкой и минеральной фазы, и питательной фазы. А это только мякоть плодов в небольшом количестве, я напоминаю, да, и дробно, порциями, часто, но маленькими порциями. И поддержка кислотной фазы – это фруктовые кислоты. Кому мало очищения, ну, еще раз повторяю, пожалуйста, сок лимона, я вот уже цитрусовый опять отменил, я просто не выдержал, мне немало. Мне сказалось много, и за причем здесь вообще голодание, вообще непонятно. Я так поперечистился, мне вон все пухало тут. Мало, что ли, не знаю. При этом, как бы, еще раз повторюсь, да, что минеральные кислотные фазы, они очень важны именно организму для очищения. Они, как бы, вымываются, и затраты по ним идут, именно они стимулируют очищение. А питательная фаза нужна тем, особенно у кого и так понижен эфирный синтез. Это большинство людей, уже он там на грани. И поэтому организм не борется со шлаками, токсинами, откладывает их, потому что энергии все меньше клетки дают. Вот. А мы тут голод. Причем тут голод. Дайте питание клетке, дайте просто питание без последствий. Это делается небольшое количество мекотеплодов. Чего выуживаться, выделываться, выходить на какие-то голодные марафоны. Делать нечего, еще соду пьют. Она работает, напомню, только благодаря натриям, да. Вот. Вместо того, чтобы соль сосать. Вот. Ну, просто я поражаюсь, да, вот тому, что с нами, конечно, делают. Потому что нет никакого образования у нас, да, нас нет на уроках гигиены, не преподают ни как питаться, ни что, вот как устроен организм. Ну, и вообще вся информация, какая-то закрытая, вся противоречивая. Да, я никого не обвиняю, но я просто вот поражаюсь. Таким образом, еще раз повторюсь, да, что если, ну, фруктовые соки там не по карману, да, или там, ну, не хочет человек, пожалуйста, ну, немножко каких-то все-таки фруктовых кислот надо, ну, немножечко лимончик там все-таки придумайте. А провокацию мы можем сделать активно гемеопатическими записями, либо антипаразитарными чистками. Ну, самое бесплатное, по сути, это вот гемеопатические записи, они у нас чистят замечательно, мало не покажется. Это мной проверено, я как раз соками фруктов не чистился, мне никто это не объяснил, я бы с удовольствием в это делал бы. Это веселее и вкуснее, но вот, ну, как всегда, да, вокруг только либо голод, либо клизмы, все, что угодно. Все, что угодно, но только не перейти на вот просто на приятную видовую еду, да, которой можно либо сильно очищаться, либо им можно напитывать, да. Я все время показываю вот эти вот программы и уже, вот видите, показываю опыт, что я именно на нормальном, как бы, голодании происходит застой. Застой, и организм сворачивает, как бы, реально деятельность по очищению, вообще сворачивает всю деятельность, по сути, готовится к самому худшему, да. А по голове это тоже будет ударять, то есть откаты, они даже там больше не из-за физиологии, а они происходят потому, что человек, ну, знаете же, вот это бывает, мужчина там ушел от женщины, пошел по женщинам резко, да, то есть там сдерживал себя, сдерживал, а потом, как говорят, пошел по бабам. Ну, вот не надо вот себя мучить, да, наверное, должно быть все по душе, естественно, повторюсь, что да, если тело требует отказаться от еды, отказываемся, да, хотя в таких случаях я все-таки настаиваю минералка, да, и лимонный сок, вот все-таки там, мало ли, что больной говорит, ему надо промываться все равно. А от питательной фазы отказаться, если не требует, сейчас организм не надо. Ну, я что-то вот не вижу таких реально людей, у которых организм не требует питательной фазы, вот при стандартной затисленности и токсичном состоянии, там клетка требует все, и воду, и минералы, и витамины, ну, восстанавливает микробиоты для этого, да, и глюкозу, глюкозу не пропихнуть уже в эту клетку, там, ну, не до голода. Ну, тем, кто вам будет вот рассказывать сказки, что голод 20 раз сильнее чистит, я вот своего коллегу спросил, откуда эти данные, проверил, на себе проверил, где эти вылеченные голодом, вот, и почему в 20 раз, мало ли кто там что написал. Сейчас, все живут тут по-написанному, сходите в поликлинику, в больницу, в морг, хотя люди жили по тому, как все написано, как надо, да. Андрей Широков, клуб Эфи, правда, целите. До скорых встреч, без всякого голода.